Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вижу, что у меня камера подвисает. Наверное, давайте я отключу камеру, чтобы мы могли с вами нормально общаться. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги! Всех с наступившими праздниками! Сегодняшняя наша с вами тема – это сенсорные игры или как комплексно развивать пять органов чувств у дошкольников. Сегодня мы с вами поговорим о том, как же развивать ребенка, начиная именно с рождения. Тема такая довольно-таки интересная, тема довольно-таки актуальная. Она будет полезна не только педагогам, дошкольникам, но и нам как родителям. Сегодня у нас будет с вами такое вот, ну, как бы общее введение в именно сенсорное развитие, и я дам практически задание. У вас уже, Татьяна Викторовна сказала, что четыре файла доступны для скачивания. Первый – это презентация, как обычно. Второй файл – это файл с литературой, которая, на мой взгляд, очень интересна, очень доступна и в полном объеме объясняет и дает понятие именно сенсорного развития, дает большое количество сенсорных игр, которые можно применять не только в группе, где-то в детском саду, но и могут применять родители, просто там, допустим, занимаясь с ребенком, играя с ребенком, идя там с ребенком в тот же самый детский сад, магазин, поликлинику и так далее. Эта литература отобрана мной, она не такая большая, ее там немного, но она очень полезна. И третье, еще два файла – это файлы-буклеты, которые вы можете использовать. Они не подписаны, они общие, вы можете их просто распечатать, сложить буклетом и использовать при раздаточном материале для родителей, когда, ну, либо вы проводите какие-то родительские собрания, какие-то встречи и так далее, либо просто как раздаточный материал у себя в саду в каких-то таких раздаточных кармашках. Это для вас, думаю, будет полезным и интересным. Ну и давайте перейдем непосредственно к нашей теме. У нас сегодня будет такой вводный, как я уже сказала, момент. Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей. То есть от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. Наши сенситивные периоды, да, на этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет определяющую роль. Татьяна, отвлекусь, видео отключила, немножечко почему-то подвисает у меня сеть, поэтому мы сегодня без видео, только на презентации. О чем же мы сегодня с вами поговорим и какие вопросы разберем? Берем значение сенсорного развития в дошкольном возрасте, проблемы и нарушения сенсорного восприятия и их причины, основные виды деятельности по сенсорному развитию, да, то, что стоит нам развивать как педагогам, как родителям. И практический инструментарий, развивающий игры на сортировку, знакомство с цветом и развитие тактильного восприятия. Это четыре основных вопроса, которые мы попробуем с вами сегодня разобрать. Какие же направления сенсорного развития, что же мы с вами должны развивать? Мы все с вами отлично понимаем, что если одно из направлений сенсорного развития страдает, если оно провисает, да, и оно не может быть развито в полной мере, оно будет компенсироваться другим. Но при этом мы также с вами понимаем, что если в одном из направлений сенсорного развития есть какие-то задержки, есть какие-то проблемы в правильном восприятии, то, соответственно, картина мира не будет полностью восприниматься. То есть у ребенка может быть на базе этого задержка. Это не 100%, не обязательно, что если где-то провисает у нас одно из направлений сенсорного развития, будет задержка. Нет, но зачастую на базе того, что ребенок не получает полную картину мира, у нас может идти определенная задержка. А что же мы с вами должны развивать? Какие направления восприятия? Первое – это зрительное восприятие, да. Мы все с вами знаем, что большую часть информации у нас человек получает через органы зрения. Следующее – слуховая информация, тактильная информация, да, наше осязание, наши вкусовые рецепторы и обоняние, чувство запаха. Значение сенсорного воспитания. Почему это так важно? Как я уже сказала, сенсорный чувственный опыт служит источником познания мира. И от того, как малыш слышит, видит, как он воспринимает мир осязательным и обонятельным путем, во многом зависит его будущее нервно-психическое развитие и вообще развитие в целом. Упущение формирования сенсорной сферы детей на ранних этапах развития компенсируется с трудом, а порой они невосполнимы. Это то, что мы с вами понимаем, если упущен, как я уже сказала, сенситивный период, то за счет других органов чувства мы можем компенсировать. Но опять же, это будет не полная картина мира. Мы все прекрасно знаем, что чем большее число сенсорных систем задействовано в процессе воспитания и обучения ребенка, тем, естественно, успешнее и эффективнее происходит его развитие. А если говорить о практике, то практика показывает, что в нашем современном мире развитых технологий дети замещают сенсорный опыт виртуальным и визуальными образами. Наша гаджетизация, которая вошла уже очень плотно в наш мир, к сожалению, вытесняет наше развитие мелкой моторики. Наверное, многие из вас замечали тот момент, что дети сейчас, переходя на гаджеты, совсем не занимаются той же самой лепкой, тем же самым рисованием. Им проще нажать кнопочку на том же самом телефоне, планшете и так далее, и раскрасить, грубо говоря, ту или иную картинку, тот или иной рисунок. Мы в свое время и еще до недавнего времени брали в руки карандаш, фломастер и раскрашивали. То же самое происходит и с лепкой. У них там, допустим, какие-то детали от конструктора, они уже есть на экране, и то есть руками ребенок это не берет. Мелкую моторику таким образом мы не развиваем. Современные дети с раннего возраста проводят время либо перед экраном телевизора, компьютера, телефона, и на улице очень часто, к сожалению, сейчас родители не разрешают копаться в грязи, допустим, чтобы не запачкать там красивую одежду, не подходить близко к воде и так далее. Не трогать какие-то там вещи, которые могут испачкать ребенка. Во время нашего детства такого не было. Естественно, развитие именно осязательных рецепторов у нас происходило повсеместно. Также дома родители, которые заняты, им очень сложно выбрать время для организации сенсорных игр со своим ребенком. Опять же, как я говорила, что сенсорный опыт, он служит источником познания окружающего мира. И если упустить этот момент, то могут быть потом невосполнимые уже потери в восприятии окружающего мира. Именно поэтому сейчас одной из главных задач, которые ставит перед нами в Госдолу, в Госдошкольного образовательного учреждения, это создание пространства, которое способствует развитию всех сенсорных систем ребенка. Как я уже говорила, здесь подключаться должны, естественно, не только воспитатели. Здесь мы должны подключить в это развитие, в эту организацию и родителей, чтобы родители тоже понимали, насколько это важно и насколько это нужно. Если говорить о том, что же нужно развивать и что нужно подключать воспитателям в группе, на своих занятиях. В связи с тем, что в Госдол ставят нам такие условия, что же должен делать воспитатель? Развивать и совершенствовать у детей дошкольного возраста все виды восприятия и обогащать их чувственный опыт. Развивать осязательное восприятие, а именно тактильное и киностетические ощущения моторику воспитанников. Также повышать уровень знаний у родителей по сенсорному развитию и воспитанию. Как я уже сказала, да, если воспитатель занимается в группе, это прекрасно, это отлично. Но мы все с вами понимаем, что если еще будет к занятиям воспитателя заниматься и родитель, то, естественно, чувственный опыт ребенка будет обогащен больше и лучше, шире. А также можно подключать к этому повышение уровня компетентности по сенсорному развитию и воспитанию у педагогов. Решение этих задач, от решения этих задач зависит успешность развития самого педагога. То есть мы включаем сюда все три направления. То есть работу с ребенком, работу с родителями и обмен опытом с коллегами. Согласитесь, что каждый коллега ваш и вы берете что-то свое, придумываете что-то свое. При обмене опытом в саду, естественно, обогащается этот опыт. Если говорить, перейдем с вами ко второму вопросу о признаках нарушения сенсорной интеграции. Какие же нарушения могут быть и к чему они могут у нас привести, прошу прощения. Первое – это нарушение обработки слуховой информации. Дети боятся громких звуков, не переносят некоторые виды музыки или музыку вообще. Они при включении музыки или при игре на фортепиано, на пианино либо убегают, либо закрывают уши руками, зажимают. Они могут не переносить мамино пение. Допустим, когда мама поет колыбельное и так далее, ребенок может кричать, ребенок может закрывать маме рот, убегать и так далее. Может не переносить некоторые тембры голоса. Опять же, как я говорила, часто закрывают уши руками или голову подушкой. Или же, напротив, часто не слышат, когда к ним обращаются. Но, опять же, нужно обратить внимание, некоторые дети делают это заведомо специально. То есть делают вид, что они не слышат. Также они любят шумного окружения, не любят оживленных улиц. Они выглядят испуганно, они выглядят растерянными в таких местах. И, допустим, когда все дети в группе или в классе выходят на перемену, эти дети, они остаются в классе. Вот такие вот моменты нарушений могут быть. Также следующее нарушение... Это нарушение зрительной системы. Что у нас здесь? Ребенок не любит ходить по ступенькам. То есть ребенок в момент хождения по ступенькам, он оценивает расстояние за счет того, что ему нужно напрягать зрительные анализаторы, напрягать зрительный орган. Он не любит этого делать. Он не ходит по ступенькам. Он не любит перешагивать препятствия. Он не любит смотреть в глаза. При выполнении какой-то либо деятельности он предпочитает полумрак или вообще темноту. Капризничает при ярком цвете. Напрягается, рассматривая окружающие предметы и окружающих. То есть ребенок с нарушениями сенсорной интеграции зрительной системы не любит использовать зрительные анализаторы. Он их как бы ограничивает и не использует. Если мы с вами говорим о нарушениях тактильного восприятия. Эти дети не любят играть с пластилином, не любят играть с песком, не любят играть с красками, боятся испачкаться клеем или грязью. Если вдруг во время какой-то работы, во время деятельности на этого ребенка попала краска, клей, то он тут же либо требует убрать ее, либо сам какими-то способами убирает с себя ее. То есть ребенок боится испачкаться и боится прикосновения красок и клея. Также они избегают прикосновений к себе, какого-то тактильного контакта. При этом они сами не любят прикасаться ко многим предметам. Резко реагируют на некоторые ткани из одежды. Какую-то одежду совсем отказываются носить. Резко реагируют на постельное белье, определенные конструкции одежды. Например, водолазки, какие-то свитера с горлом, жалуются на ярлычки, стараются растянуть горло, убрать водолазку. Также торчащие внутри футболки нитки, вышивки, они пытаются оторвать, пытаются убрать, отрезать и так далее. При этом не терпят ходьбу босиком. То есть не терпят того, что тактильное восприятие ногами меняется. То есть вот носочек надел, и носок, только носок касается ноги. А если это будет постоянно изменяющаяся поверхность, то это будет раздражать и не будет нравиться ребенку. Также отмечается снижение болевой и температурной чувствительности. Эти дети могут обжигаться, не замечая того, что тот или иной предмет, от которого они дотронулись, он очень горячий. Эти дети могут не чувствовать каких-то именно болевых ощущений, которые доставляют другим детям дискомфорт, а здесь для них это все равно. Следующий момент – это моторные и вестибулярные дисфункции. Что же у нас здесь происходит? Здесь при таких типах нарушений ребенок может отличаться неуплюжестью, неловкостью движений. Избегать за счет этого, за счет того, что ребенок понимает, что он неуплюжий, у него не получаются какие-то движения, он будет избегать спортивных площадок, горок, игр с мячом. Он никак не будет осваивать катание на велосипеде, допустим, не будет залезать по каким-то лестницам, перекладинам, плохо прыгает, опасно будет рисковать в подвижных играх, пробует разные типы движения, будет пытаться держаться, хвататься за все, но при этом он будет, как я уже сказала, с определенным уровнем неловкости и неуклюжести и чувствовать себя неустойчиво. Здесь основное отличие детей с подобными нарушениями – это сложность концентрации внимания, особенно если окружающая среда насыщена теми или иными раздражителями, которыми они особенно чувствительны. То есть помимо того, что эти дети могут быть неуклюжи и неловки, они еще плюсом к этому и рассеяны. А если будет очень много раздражителей, то рассеянность будет еще повышаться. Дети склонны сменять игры, интересы, виды активности очень быстро, но при этом они отличаются высокой тревожностью, они тревожатся за все. Также присутствуют такие аффекты, избыточные эмоциональные реакции. Эти дети капризны, они могут закатывать истерики, они могут плакать, частый смех, агрессивное поведение и так далее. Родители, конечно, лучше знают своего ребенка, когда они обращаются к вам как к специалисту, но мы должны помнить еще о том, что родители могут преувеличивать и недооценивать проблему. То есть палка о двух отцах. Либо мы преувеличиваем все, у нас все плохо, у нас ребенок с такими и такими-то нарушениями, либо они могут недооценивать и не видеть эту проблему. То есть они могут говорить о том, что у нас все хорошо, у нас все прекрасно, но мы как специалисты должны разграничивать эти моменты и видеть именно них. Многие дети могут иметь симптомы не одного, а нескольких подтипов сенсорных нарушений. Допустим, в одной системе, например, тактильный ребенок может гиперчувствительным быть, а в другой малочувствительным. А, допустим, в вестибулярный иметь сенсорный поиск, так называемое комбинаторное расстройство. Но здесь мы опять же должны помнить о том, что подтипы и степень сенсорных нарушений может выявить только специалист. Да, мы с вами как воспитатели можем развивать, можем способствовать развитию тех или иных анализаторов, тех или иных сенсорных систем, но при этом мы с вами должны помнить тот момент, что никаких диагнозов, естественно, с вами мы не ставим. Мы занимаемся развитием. У нас с вами развивающие занятия. Как я уже сказала, да, что организация пространства и создание среды, она будет у нас с вами направлена на три такие дорожки. Первое – это занятие с ребенком, да, развивать и совершить у детей все виды восприятия. Второе – это повышение уровня знаний по сенсорному развитию у родителей. И третье – это компетентности по сенсорному развитию у педагогов, непосредственно у самих наших коллег. Следующий момент. Для непрерывного сенсорного воспитания педагогам и воспитателям необходимо задействовать все центры активности детей. И опять же, работа по сенсорному развитию, она должна осуществляться воспитателем во всех видах организованной и самостоятельной детской деятельности. То есть в познавательной, в речевой, в двигательной, в игровой, а также в режимных моментах. То есть наше сенсорное развитие, наше сенсорное воспитание, оно должно быть включено во все моменты деятельности. То есть на всех этапах нашего взаимодействия с ребенком. Не так, что мы, допустим, выделили 30 минут, позанимались и все, и забыли о том, что мы развиваем сенсорную интеграцию у детей. Нет, как я уже сказала, это должно быть включено во все моменты взаимодействия с ребенком в группе в детском саду и также с подключением родителей. Что я предлагаю сделать? Какие методические игры, какие методические пособия можно применять у себя на занятиях, у себя в группах. Все эти методические пособия, они бюджетные. То есть их можно сделать, можно, естественно, купить. Здесь никто не против, но мы все с вами понимаем, что финансирование садов и так далее, ну, всяких развивающих центров, да, не всегда большое, и можно, что все эти элементы, все эти игры можно сделать своими руками. То есть бюджетный вариант. Можно купить, можно сделать. Первый блок – это познавательно-исследовательский центр такой общий, да. В него мы подбираем гидактические игры и пособия на любой вкус. Опять же скажу, что все эти игры, все эти пособия должны быть интересны и разнообразны. Что же мы можем туда вложить? Это пирамидки, вкладыши, втулки, шнуровки. Все то, что развивает ручную умелость, да, нашу мелкую моторику и способствует обогащению, обогащению сенсорному опыту. Здесь должно быть несколько вариантов игр. И опять же, эти игры должны быть направлены на зону ближайшего развития. То есть одному мы даем задание полегче ребенку, другому там с усложняющей задачей. Допустим, первому оказать помощь мы можем, а второму предоставить самостоятельность. А многие дидактические игры, вот вы видите на экране рисунок, да, здесь все эти игры, они сделаны своими руками. То есть те же самые ежики. Мы выбираем ежиков по цвету прищепок, да, ну, естественно, прищепки у нас они куплены, но ежиков мы можем с вами сделать своими руками. И вот такой вот у нас с вами такая методическая разработка. Точно так же, как и корзинки. Это могут быть обычные пластиковые стаканы и просто цветные распечатки. И стиральная машина. Здесь мы просто вкладываем, да, а можем усложнить задачу сделать еще веревки для сушки белья. И помимо того, что у нас будет наше белье в стиральных машинах, мы еще можем предложить ребенку использовать, есть большие такие прищепки, а есть мини-прищепки, использовать вот эти мини-прищепки для развития мелкой моторики. То есть здесь у нас ребенок сортирует наше белье по цветам, да, а потом он у нас оценивает его размеры. И мы видим с вами лежит у нас распечатка, да, формата А4. Он сортирует их уже по картинкам, то есть там шорты, шапки, штаны, платья, да, по цвету. И мы можем предложить еще один из вариантов. Это сушилка для белья, где ребенок должен при помощи прищепок прицепить, да, приколоть ту или иную вещь на сушилку, которая подходит по цвету и форме. Следующее это сенсорная коробка. Кстати, по сенсорным коробкам в начале нашего вебинара Татьяна Викторовна сказала, что на портале уже более пяти лет есть сохраненные вебинары, там есть мой вебинар по сенсорным коробкам, поэтому более глубоко вы можете по ним узнать информацию там. Что же следующее? Сенсорные коробки и сенсорное восприятие. Какие игры мы с вами можем использовать здесь? Опять же, игры, которые мы с вами можем сделать собственными руками. Это, как мы это делаем? Плотный картон и различные фактурные элементы. Это может быть белая фасоль, гречка, горох, рис, там макароны, ракушки, семечки, там какие-то бусинки и пуговки. Мы с вами делаем, ну, вот здесь на слайде это квадраты, могут быть любой формы совершенно. Обклеиваем этим материалом форму, берем обычную крышку от бутылки и в нее также вклеиваем такой же материал. То есть ребенок здесь сначала может зрительно раскладывать наши крышки в серединку наших фигурок, да? Потом мы можем тактильно предложить ребенку раскладывать те или иные крышки по фигурам. То есть мы закрываем, либо завязываем глазки ребенку, и он должен уже определить, куда вложить ту или иную крышку. То есть при помощи тактильного восприятия. Следующий момент, наверное, многие из нас с вами помнят так называемые наши капитошки, да, которые в воздушных шариках мы развивали наше тактильное восприятие. Вот на основе этих капитошек мы с вами можем сделать тоже такую игру. То есть в воздушный шарик засыпать какие-то элементы мелкие, не острые, и ребенок должен на ощупь определить, какой же элемент у нас засыпан в тот или иной шарик. Тоже такое довольно-таки быстрое методическое пособие. Потом, что мы с вами должны развивать? Это наше слуховое восприятие. Ну, здесь на помощь к нам приходят уже наши музыкальные инструменты, да, бубен различные, колокольчики, да, барабан и так далее. Здесь мы ребенку можно распечатать, можно предложить на слайдах ноутбука показать, как звучит тот или иной музыкальный инструмент. Ребенок это запоминает или один, или дети, да, группа. И потом уже должны определить на слух звучание того или иного музыкального инструмента. Ну, как играть, да? Как мы с вами играем, переходим уже к нашим сенсорным коробкам, да, как мы с вами играем и что мы с вами делаем, что мы предлагаем ребенку делать с сенсорными коробками, как играть. Опять же, все зависит от возможности ребенка. Мы с вами понимаем, что, допустим, ребенок, который пришел в ясельную группу там в полтора года, его игра будет заметно отличаться от игры ребенка, который пришел в три года. Что же мы делаем? Мы начинаем со знакомства с той же самой крупой или с тем наполнением, сейчас в нашу жизнь зашел сенсорный песок, да, это масса, которая вроде бы и лепится, да, но и не сильно рассыпается. Мы показываем, что крупа или наполняемость коробки может быть разной, а пересыпаться, опять же, с разным звуком, по-разному стучать по тем или иным поверхностям. Здесь мы просим ребенка спрятать руки, допустим, сформировать корпус, разровнять наполнитель руками, выровнять те или иные элементы и так далее. Что же мы еще можем применить? Сенсорные коробки, еще раз так напомню, они являются незаменимым атрибутом в любой возрастной группе. То есть вы можете, как я уже сказала, использовать сенсорные коробки с детьми возраста полутора лет и с детьми четырех, пяти и шести лет. Сенсорная коробка, она развивает мелкую моторику, тактильное ощущение, творческое и пространственно-образное мышление, концентрацию внимания, усидчивость, координацию движения, любопытство, воображение, фантазию и творческие способности. То есть она такой универсальный, универсальное методическое пособие, которое может помочь нам в развитии органов чувств. Это может быть деревянный ящик с отделами для хранения игрушек, инструментов и основной отдел для заполнения. Допустим, стекло также может служить поверхностью для рисования. То есть это может быть, опять же, коробка и коробка со стеклом, чтобы ребенок мог использовать эту коробку для рисования. Какие же наполнители мы с вами можем использовать? Это цветной песок, сухие макаронные изделия, горох, гречка, все возможные другие крупы. Очень любят дети рисовать на манной крупе. Какие же инструменты мы с вами, чем мы можем с вами дополнить нашу сенсорную коробку? Это совочки, лопаточки, ведерки, груши для воды, ложки разных размеров и видов, половники, шумовки, щипцы, пинцеты. А здесь фантазия ваша не ограничена. Опять же, вы можете включать в сенсорную коробку все, что посчитаете нужным. И напомню один момент, что при работе с детьми до трех лет мы не используем мелкие детали, которые ребенок мог бы проглотить. Это единственный момент, единственное ограничение. Но это безопасность наших детей. Как же мы играем и что мы включаем в игры детей? Какие игры мы можем использовать? Опять же, как я уже сказала, что все зависит от возможностей ребенка. Мы каждый раз усложняем нашу задачу. Ближе к двум годам дети уже могут играть в простейшие игры, допустим, покатать по дорожке, которая проложена в крупе, машинку, приготовить еду, накормить животных, обитателей, фермы, посадить игрушечные растения, посадить огород. И здесь воспитатель должен постоянно добавлять какие-то элементы в нашу сенсорную коробку, чтобы она вызывала интерес у детей. С детьми более старшего возраста, к трём годам, уже можно организовывать простейшие тематические игры. Игровые сюжеты можно придумывать, исходя из возможностей и предпочтений ребенка. Допустим, стройка использует песок, машины, которые все это перекапывают, возят. А можно добавить фигурки, допустим, каких-то рабочих, совок, грабли и так далее. А следующее, лесная полянка. Здесь можно использовать рис зеленого или коричневого цвета, природные материалы, фигурки животных, которые дети тоже могут переставлять и играть ими. А следующее, это море. Здесь у нас рис голубого цвета. Мы сюда включаем различных морских обитателей и различные фигурки, которые связаны с морем. Также, допустим, пруд с лягушками, куда мы можем включать тех или иных животных, живущих, допустим, на болоте и так далее. Следующие дидактические пособия, которые формируют представление о запахе и текстуре. А здесь у нас могут быть следующие игры. Баночки с запахами. Это баночки по методике Монте-Сори. А здесь очень дети любят, скажу честно, эту игру. А здесь баночки, либо желтки от киндер-сюрпризов. Можно положить различные ароматные наполнители. Но, опять же, нужно быть внимательным, чтобы не было аллергиков в группе. Естественно, вы знаете, допустим, если у ребенка аллергия на тот или иной элемент, вы его не вкладываете. Вложить можно кофе, кусочек мыла, вату, пропитанную духами, апельсиновую или мандариновую кожуру и так далее. Здесь мы даем ребенку понюхать баночки. И мы показываем, как правильно нюхать. То есть мы не вдыхаем полностью, а как бы машем рукой к себе, чтобы получить тот или иной запах. Также мы при помощи этого расширяем наш словарный запас. Мы можем говорить, что, допустим, этот запах ароматный, этот мятный, сладкий и так далее. Когда ребенок запоминает, как называется источник аромата, можно разложить уже перед ним карточки с изображением предмета и подключить изображение. То есть апельсин, духи, мыло и так далее. И после чего ребенок нюхает и ставит баночку возле соответствующей карточки и называет источник. Можно сделать, усложнить задачу и можно сделать баночки парными. То есть ребенок должен еще найти и пару в баночке, определить источник и найти пару в баночке. Также здесь, это одна из игр, следующая игра называется, что внутри или что в черном ящике. Мы в коробку прячем предметы и просим ребенка на ощупь достать нужную. Допустим, расческа, машинка, карандаш, там ручка и так далее. Все предметы мы загружаем, ребенок у нас не видит, что там, и достает уже на ощупь. Следующий вариант, это игра с резиновыми шариками. Здесь мы просто в резиновые шарики вкладываем различные фактуры, различные фактуры, те или иные элементы, и ребенок на ощупь должен определить, что же засыпано у нас в наш шарик. Это то, что мы с вами подключаем для развития тактильного нашего восприятия. Работа по развитию навыков это игры конструирования. В игровой формируется у детей... Так, сейчас отвлекусь. Пишет в чате. Здорово, но с детьми до трех лет с крупой, песком, водой можем заниматься только индивидуально. В группе 20 малышей, из которых 7 человек, вообще двухлетки. А могу сказать, из личного опыта проводим сенсорный театр в группах в 20 детей. И это ясельная группа дети двухлетки. Сенсорный театр проходит на ура. И эти... Единственное, да, у нас два воспитателя в этот момент задействованы. Если в группе полная группа и два воспитателя, 20 малышей двухлеток замечательно играют и с водой, и с крупой. И это не только индивидуально. Возвращаемся к нашему следующему направлению. Это работа по развитию навыков игры и конструирования. В игровой формируется у детей умение подбирать цвета под принципу такой-не-такой, находить предмет определенного цвета по образцу и знакомиться с названиями цветов. Сейчас, опять же, отвлекусь немножечко. Я сейчас закончу свою презентацию. Если у вас будут какие-то вопросы, я несколько минуток оставлю на ответы на вопросы. Но, пожалуйста, пишите их, чтобы мы с вами обсудили не в общий чат, он сейчас убежит в конце, далеко вверх, я не найду эти вопросы, а во вкладочку «Вопросы». И тогда на все вопросы я вам отвечу. Какие же сенсорно-двигательные игры, примерный перечень игр и игровых упражнений, какие мы с вами можем упражнения использовать здесь, и что мы с вами можем предложить ребенку. Здесь центр игр и конструирования. Усаживаем кукол за стол, допустим, просим принести ребят чашки, тарелки по цвету, допустим, платье или по цвету стула. Также просим подобрать одежду, чтобы там юбки, шапки, носочки совпадали по цвету. И дети по очереди. Здесь дети по очереди подходят к коробке с одеждой и выбирают наряды для своих кукол. Следующий момент, который тоже необходим, здесь центр уединения. В уголке уединения могут располагаться мягкие сенсорные подушки, которые здесь мы можем подключить мам, пап, бабушек, да, и чтобы мама, папа, бабушки сделали сенсорные подушки, то есть подушки с разным наполнителем. Эти подушки, они могут располагать к отдыху, к спокойным играм, также тренировать моторику, и дети могут, опять же, определять, что может быть у нас в наполнении этих подушек. Следующий центр, это центр двигательной активности. Здесь у нас сенсорно-двигательные игры. Они по своему содержанию могут охватывать самые разные сферы. В первую очередь, это способствует развитию целенаправленного внимания в познавательной сфере, и они должны нести богатый образный материал. Также они должны развивать нашу крупную моторику, да, как я говорила, что зачастую дети могут быть неуклюжи, и проблемы с ловкостью, именно наш центр двигательной активности, он будет развивать нашу ловкость и крупную моторику. Что же мы с вами можем использовать? А первое, это если есть в саду, это тогда будет замечательно сухой бассейн, да, здесь, допустим, мы можем играть в игру «Брось шарики», кто дальше бросит, найди там игрушку среди шариков, да, по очереди, покреем ножки, да, поплаваем, поползаем, спрячем ручку, спрячем зайку, схвати шарики и так далее. Но опять же, я обращу внимание, что здесь у нас должно быть определенное оснащение, потому что не во всех садах, да, есть возможность поставить сухой бассейн. Следующее, ну, это, я думаю, у всех есть такая возможность, это на коврике следочки, то есть мы вырезаем следы тех или иных зверей, птиц и так далее и говорим детям, что это следы, там, допустим, волка, а мы ищем следы волка. Следующее, там, допустим, пальчики приклеились, пальчики отклеились, так называемый, ну, такой твистер, только для большой уже группы, и у каждого ребенка свои, свои следы и свои отметки. И следующий момент, это центр музыкально-художественной деятельности, здесь сосредоточены игры, целью которых является развитие фонематического слуха, то есть развитие наших слуховых анализаторов. Опять же, это могут быть слуховые коробочки, да, на слух определить, что же у нас засыпано в те или иные коробочки. Следующая игра с фонотекой, кто там, здесь у нас воспроизводятся те или иные звуки животных, и ребенок должен определить, кто же из животных издал тот или иной звук. А следующие моменты, да, когда же мы с вами можем применять вот эти наши развивающие занятия, это может быть во время утренней разминки, это может быть во время кормления, это может быть во время прогулки. Очень интересно мы делали, правда, в частном детском саду, но и госсад, это тоже позволяет сделать, мы развешивали мешочки с запахами в момент прогулки, дети находили эти мешочки, да, и определяли, что же находится в этом мешочке. Очень интересен этот момент, потому что дети чувствуют себя такими искателями, там, можно сказать, что это какой-то клад и так далее. дети заинтересованы в этом, им нравится этот момент, и они с удовольствием находят эти мешочки, да, можно также не только на запахе повесить эти мешочки, но и на тактильное восприятие, то есть определить, что лежит внутри, и положить на то или иное место, которое будет обозначено тем наполнителем, которые есть в мешочке. но насколько я вижу, у нас время наше подходит к концу, скачивайте, пока есть возможность информацию, да, если есть какие-то вопросы, вы можете задать их сейчас в чате, если на какие-то я не отвечу, вот у вас на слайде есть адрес моей электронной почты, и вы можете написать мне на электронную почту, сейчас пока вот буквально несколько минуток, я посмотрю ваши вопросы, ну вот Ирина пишет, в садике всего один воспитатель и нянечка, зачастую это надо две группы, да, к сожалению, оптимизация наших детских садов прошла так, что кадров не хватает, но да, вот вы как психолог говорите, что в мини-группах, это вполне возможно, как я уже сказала, вот если у нас 20 деток, то у нас два воспитателя, одна воспитатель с 8-9 детьми справляется вполне очень хорошо, у нее это получается, даже если детки очень маленькие, очень интересно про сенсорный театр, смотрите, про сенсорный театр, если будет такой запрос, можно будет делать отдельный вебинар, опять же, для раннего возраста это организовано, дети полностью включены в интерактив, длится он сам театр, само представление 15-20 минут, потом дети уже непосредственно включены в самодеятельность, они играют с рукой. на сегодня у меня все, спасибо большое за интерес к проявленной теме, если есть какие-то запросы, вы можете опять же писать на электронную почту, возможно, какие-то следующие вебинары будут под запрос, на сегодня у меня все, спасибо большое, всего доброго,